Олег Майами со скандалом и потасовкой расстался с Катей Клесниченко. Девушка пожаловалась на грубое обращение своему родственнику Тиграну, встреч с которым Олег старается избегать, и нашла утешение в общении с Юрием Слободяном. А Олег вновь увлёкся Варей, пока её парень Женя Кузин ненадолго уезжал по делам. На поляне поведение Олега по отношению ко многим участникам давно не одобряют Глеб, Лёша и Саша, считая его заносчивым и наглым. Парни пытались Олегу это высказать вчера, но он смело предложил им приехать в город. И компания, недолго думая, сегодня рано утром появилась в городских квартирах и с приехавшим Женей Кузиным направилась к Олегу и Варе. Доброе утро! А мы в гости к тебе, а ты как-то не встречаешь? Как дела? Ну ничего, ты что, а в нижнем бельёках? Мы не залянки под одеялом. Нас Олег пригласил в гости пообщаться, мы приехали. Олег, твое поведение, которое ты сейчас пытаешься показать нам всем, немного моральное. Дело в том, что если мы не будем возмущаться, получается мы такие же, как и ты. То есть мы унижаем женщину, мы показываем своё хамстское отношение к ним, понимаешь? Мы хотим просто до тебя донести то, что мы считаем порядочным, что нужно как-то себя вести всё-таки иначе. Хватание девушек, легание, вот это, знаешь, слова, что мы тебя завидуем, но это же не так. Понимаешь, просто как бы у тебя, за твое поведение ты просто хватанул лишнего. Шоу-шоу, как бы, но, Олег, когда там уже, в смысле, там, касаемо там СМС, то, что там Тиграну, что я там, если приезжай, если не хочешь, там, а не приезжай, если не хочешь лишиться жизни, человек приезжает, как бы, ты там даже не выходишь, как бы. Чего такое смело, Олег? Ситуация с Тиграном, как касается Сиды? Мне он скинул СМС-ку и сказал, и сказал, что этого лоха за чабыри. Ну, говори. Ты так же бил женщин. Ну, говори, говори, говори. Ты их хватал, ты их хватал женщин. Ты так же бил женщин. Ну, ты говори, что ты их, по-моему, ты так же можешь сказать. В смысле, что? Говори. Что ты, блин? А? Ты с ховы-то бы не перебуган. Что ты можешь сказать? Я все лохом не считаю. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, ты говоришь, можешь сказать. Пришел в мой дом, Леш. Ну, можешь сказать, говори. Пришел в мой дом, веди себя поздно. Говори. Говори, я тебе говорю. Говори давай, ты что? Ты говори давай. Ты что смелый пошел, а? Потрогай меня. Что это, а? Что это? Молодец. Молодец. Мы на самом деле не против вашего соревнования. Слышишь? Ты что договариваешься? Ты что не понимаешь? Ты что? Ты что ходишь? Ну, что надо? Сиди молча. Сиди молча. Оксана, Олег, как вы мне могу рассказать? Ты, Оксана, зачем хватаешь за гениталию, за грудь его пытаешься прихватить? Каждый раз где-то ее зажать. Если даже мы с ней ругаемся, не ругаемся, как бы. Это не дает тебе право где-то ее прихватывать. Где-то хватать, там ее зажимать. Она к тебе не принадлежит. Никакое отношение к тебе не имеет. Договорились мы с тобой? Договорились. Ну, все, супер. У меня больше вопросов нет. Не стремно? Втроем, три здоровых мужика, поехали разбираться с пацаном молодым. А что, одному слабо кому-то? Ну, да. Ребята поехали не столько защищать Катю Кулисниченко, а сколько... От собственной обиды. А собственные личные какие-то, да, недовольства, собственные обиды, которые накопились и накопились к этому дню. Доля обиды на то, что и зависти, как говорилось, да, она есть, я думаю. Клюхи реально перестали эти девочки. Ну, я про это и говорю. Перестали. А здесь такая борьба за Майами, которого они тут опускали. А тут каждая девочка готова это сделать, да. При всем при этом, каждый тут не безгрешен. И те мальчики, которые сейчас больше всех кричат, Самсонов, про то, что ведущие, попустительствуют тому, что сейчас в городских квартирах бардак. Он сам жил в городской квартире больше месяца. И вот так вот конвейером девочки проходили через его кровать. Там такая карусель была. И ничего страшного. Ему можно было. Никто не возмущался тут. Глеба, от которого Надя Ермакова ушла вся в синяках, чуть побои не сняла. Он возмущается по поводу того, что девочек трогает Майами. То есть кто судит, судит кто? Вы сами это все делали. Ну, что вы сейчас судите-то? Откуда столько ненависти? Ведь по сути, Олег, лично им никому ничего плохого не сделал. Ничего не сделал. Никому. Откуда столько ненависти к молодому пацану, который более успешен, который более молод, который более симпатичен получается. Да, так и есть. Который пользуется успехом у женщин. Понимаешь, как бы вот эта ситуация, очередной раз показала, да, там, может быть, ребятам, мне в очередной раз доказала, тебе, может быть, что-то понял, да, ты, может быть, как-то поменяешься, что ты можешь вести себя вот так вот, да, как вот с Катькой ты вёл, да, там, и с другими, там, нет, только с девочками ты можешь себя так вести. Я тебе, я не защищаю девочек, Олег, не защищаю. Я тебе просто говорю о том, что ты можешь только реагировать на девочек. Просто если бы пришли сюда вот так вот, Варя Колесниченко, там, Ряска, допустим, да, и вот так вот бы сделали, как мы, да, с пацанами пришли, как бы ты отреагировал? Ты бы не так отреагировал. Олег, ты можешь нам дать слово, что ты посмотришься на словам и так поменяешься. Почему вы не пришли, не разбудили меня и сказали, Олег, давай поговорим. Почему нужно было начинать с того, с чего вы начали. Олег, давайте поговорим. Сань, ты как ты после этого ещё думаешь, я буду там общаться, например, с Глебом, там, с Лёхой, как я буду общаться после того, что делаешь? Мне ладно, Лёха, ты зачем это делаешь? Это не мужской поступок. Если вы хотите что-то доказать, прийти, прийти и поговорить. Ты сидишь, как я обсуждаю. Подожди, не кричи сейчас. Как я обсуждаю, ты закидываешь, заварю голову, и покажешь, что ты спишь. Типа, ваше мнение на мне, на по барабану. Ты сидишь на тэти и говоришь, да, конечно, мне завидуют, господи, я же такой классный, такой крутой. А на лобом ты не можешь все слова ответить. Олег, поэтому приезжай с таким намерением, что, Олег, раз ты нас не уважаешь, показываешь через плазму. В лицо покажи нам это. Ну, из бутылки тебе полили ребят. Такие крутые мужики-то вообще. Нет, меня раздражает просто тот момент. Вы такие мужики, пытаясь что-то тут доказать. Вы сидите, разборки устраиваются, при девушке, которая спит, в нижнем белье, вы заходите в мой квартир, вы спите, стоите надо мной, извините меня, разбирайтесь. Все такие крутые, подняли бы его и сказали. Пойдем разговаривать в другую сторону. Вот так делают мужики. Кто вы такие? Часто такие претензии. Да ты по отдельности ничего не можешь никому сказать. Толкой только налетел. Тьфу, реально, стрёмно. Ну, почему ты мне жалкова ее? Ну, блин, он певец в караоке, ну, чего с него взять? Он не сильный дух. Даш, Даш, так вот про это... Мы это все понимаем. Послушай, Даш, мы все это понимаем. Про это, как бы, Самсонов ему и говорил. Тогда ты вот, если ляпаешь своим языком, ляпает столько, сколько ты вывезешь. А не ляпай, знаешь, что ты знаешь, что здесь находится в периметре, и ты ляпаешь своим языком, и знаешь, что тебе за это ничего не будет. За периметром ты так не будешь разговаривать. А в периметре ты разговариваешь только потому, что ты знаешь, что тебя здесь прикроют ведущим, что здесь камеры по шее дать нельзя ему. И поэтому он, ну, язык у него подвешенный, понимаешь? Ну, я что-то не знаю. Даш, понятно. Но этот воспитательный процесс... Вот потом посмотришь. Это не дедовщина, это воспитательный процесс. Потом посмотришь, будет шелковый. Ну, и это хорошо. Ну, шелковый в плане своих высказываний в сторону... Вот, например, Даш, брать там вот обсуждение Майами, да, вот сидят его обсуждать. Сидят, осуждают его парня, он сидит, затыкает свой язык, дальше некуда. Как только говорит там Кашубина, которую выгнали, еще что-то, он вот с такими глазами, ари, ты там такая-то, ты такая-то. Даш, в основном это к Майами такой вопрос. Давай, иди, иди. Что? Иди, иди, иди. Что за что? Иди, иди, Глеб. А что ты сейчас? Ай, ничего, давай. Я тебе потом без камер скажу, какой ты классный. Ну, скажи, сейчас что? А, я же не выгод, извините меня, которая приходит вот сюда. И без повода. Начинают что-то качать свои права, никчемные. По факту ноль вообще. А ты качал? Задовно вкачать. А что ты, а с чего ты разговариваешь? А что, у тебя повод есть к нему? Нет, есть повод. Твоя баба, извините, а что ты хочет его? Если ты к нему приходишь, что ты качаешь? Мы разберемся. Ну, а что разберемся? Мы же поговорим. А у тебя вообще ко мне есть какое-то уважение, нет? К тебе? Да. Да? Да, выйди и вообще не разговаривай со мной. Так ты сама начала со мной. Понятно? Если у тебя нет ко мне уважения, не разговаривай со мной. Ты можешь не разговаривать? Я спокойна, Олег. Так все спокойны. С этими делами не разговаривай. Все спокойны. Лебеночка, вот позавтракать хочешь? Чай, может? А ты что не, по-моему, осмелел так? В смысле? А? Нет, я просто не знаю, ты как сидишь у меня в гостях, как бы... Да что ты... А что ты осмелел-то, не понимаешь? Да я просто меня в гостях сидишь. Ты что осмелел, что ли? Да что я осмелел опять? Ты что не пойму? Ты что я не пойму, а? Ты что? Рот, говорю, не открывай. Это мой дом, Лех. Рот, говорю, не открывай. Лех, это мой дом. Понял? Лех, это мой дом. Рот, говорю, не открывай. Лех, это мой дом. Понял? Классно себя чувствуешь? Ты рот не открывай, ты рот не открывай, еще раз откроешь, получишь. Ты что я не пойму? О, еще один, иди сюда на разговор, что за фигня происходит? В смысле, непорядочное поведение. Поет? Да, что за позор, блин, в мужской спальне. А за доничь. Ну, а что? Как если не так, Павел, давай. Да он шутит. Спорить с гостями Олег не стал, но потом плакал и из квартиры не выходил. Варя как могла зачищала парня. А приехавшие Глеб, Саша и Леша пытались ей и всем объяснить, что их поступок – это всего лишь реакция на поведение Олега. Я приехал с Олегом поговорить, и, в принципе, меня разговор вполне устроил. Разговор касался Оксаны, что когда меня тут рядом, где-то за спиной, Олег позволяет ее трогать, прихватывать, загруть ее, за попу. А когда я ему звоню, причем без каких-то наездов, просто звоню за эту ситуацию узнать, человек меня обманывает, вылет. Сегодня мы с ним договорились о том, что таких вещей больше не будет, подобных проявлений, как Саня. Мы думали друг друга, поняли и… Дуги-дуги. Спасибо. Леша Самсонов, у тебя какие претензии к Олегу? У меня претензия прям непосредственно, я сегодня ему выразил свою претензию, то что пусть ведет себя на том уровне, которого он достиг. То есть не прыгает выше своей головы. Это что ты имеешь? Поведение, как он, знаешь, какой-то авторитет, полублат мой какой-то, вообще вот реально вот такое поведение, понимаешь? А тебя почему это цепляет? Что не соответствует, а я ему сказал дословно, я ему не позволю здесь в коллективе себя так вести. Ну он же не по отношению к тебе себя так ведет. Так мне все равно, я живу в этом коллективе, я живу с людьми, понимаешь? Я ему просто объясняю. Ну может, а если ему не понравится, как ты себя ведешь? Он может так же сказать, сделать что угодно, без разницы. Вот, сказать, замечательные цветы слова, если вы полностью согласны, при чем тут пощечины, Леш? А я его унизил и объяснил принципиально, для чего я это сделал. Но прежде чем это делать, нужно было поговорить с человеком? Нет, зачем мне разговаривать? Зачем? Я не люблю того, кто лишний какие-то... А я не люблю рукоприкладство на проекте, Леш. Нет, в последнее время я сама говорила, Олег ведет себя вообще некрасиво, он хамит. Я действительно, он говорит с высока, он даже созвездился. Вот, я говорю еще раз, претензии Глеба мне абсолютно ясны и прозрачны, да? Если бы ты приехала и сказала, Ксюх, ты знаешь, я приехал с миссией, мне не нравится, как он разговаривает с девочками, это вообще недостойно мужика так разговаривать с девочками. Я с тобой бы тоже согласилась, сказала, Лех, ты прав. Но когда ты даешь пощечины, ну это странная фига. Это не странно, это не странно, у меня есть обоснования, я это объяснил, понимаешь? Саш, ты что скажешь? Лично мне нравится также отношение к девушкам, той же там, ну, понимая, там, они могут жить, там, он может с Варей жить, может с Катей жить, с кем угодно. Просто отношение к ним слишком антиморальное, потому что, если мы будем молчать, получается, мы его поддерживаем. Молчим и поддержим его. Спасибо, Саш. А я не хотел бы этого. Катя. Да, я просто хотела защиту Олегу немного сказать. На самом деле, ребят, если бы нас бы что-то не устраивало в Олеге, наверное, мы бы против него бы голосовали и хотели бы избавиться от этого человека. Вот, ну, а сейчас по факту видно, что всех девушек, которых он бежал, они все готовы с ним жить, готовы поселиться. Катя, ну, когда он краска себе выливал, тебе жить не нравилось? Да, мне не нравилось, мы с ним разобрались, и уже, ну, я решила сама конфликт, понимаете? Ну, теперь он разбирается с другими многими девочками. Да, но мальчики должны были грамотно, как поступить? Преподать хороший пример, да, Олегу? Не угрозами, не шлепками. Мне вообще аморально, как Варя спала в обнаженной одежке, и три бугая зашли к ней в комнату. Для меня бы лично это так смутило бы. Какой пример подаете, ребят? Для меня, например, это аморально. Если вы хотите с благими намерениями поступать, То есть ты говоришь, что должен был состояться просто мужской разговор? Без рукоприкладства, без утренней вот этой вот, ну, как-то сказать, прихождения вообще. Суеты. Да, суеты. Но это все было неправильно. То есть, получается, они хотят показаться правильными, благородными, а делают неверными шагами. Жать, ты ошибаешься. Мы не хотели благород... Я вот хочу за себя, я не говорю за Саню, за Глеба. Я вот не хотел себе как-то благородно... Мы с ним с Олегом уже разговаривали. Благородно как-то выглядеть или еще что-то. Я ему донес свою конкретную позицию, и он мне сказал, что он понял. Он понял свои ошибки. Да, может, он где-то был неправ. Он это понял, и все. Ты знаешь, я, наверное, сейчас просто возьму и закончу, поставлю точку. В всей этой ситуации, как бы это ни звучало, что именно я это сделал. На самом деле, каждый раз вышел сегодня, мне было непонятно, на самом деле. Мне было непонятно приезд Саши, с которым у меня вообще, в принципе, не было конфликтов, да. И его аргумент, как бы, ну, так может каждый сказать, что ты там неправильно постоишь. Это невесомый аргумент, по которому можно было приезжать сюда и мне что-то говорить. Что касается Глеба, у Глеба есть, у него есть тема определенная, это Оксана, я его услышал, мы с ним поговорили. Вот Саша с Глебом, они, понимаешь, они, как бы, в словесной форме не пытались что-то там, ну, донести, да. То есть мы вели диалог. Леха, да, я сегодня с Лехой, мы разговаривали, я в этом, я во многом согласился, мы вообще разговаривали, все прошли полностью, там, с моего первого дня, там, на проекте, сколько было у меня там каких-то моментов. Да, у меня куча проблем была, может быть, из-за этого я в последнее время, как бы, там теряю людей, ругаюсь со всеми, да, конфликтую с девочками опять. Единственное, что мне сегодня не понравилось, не приезд, не столь приезд, а вот именно как Леша, Лешина подача. Вот это из, вода из бутылки в лицо, пощечины, ну, не знаю, вот это было неприятно. Мне кажется, просто, что я такого, как бы, не особо заслужил. Знаешь, я считаю, что вот так вот сделать, просто вот бутылка, это тот человек, который, в принципе, не может разговаривать, который не может как-то морально, да, там, словесно объяснить. Леша, это из тех людей, которые, в принципе, могут это сделать. Мне вот это непонятно было. Ну, видимо, считает, что на личном опыте ты поймешь, что ты лучше. Нет, просто у меня, я не знаю, что за отношение такого особо-особое ко мне, честно. Ну, мы сегодня поговорили, честно. Бог судья, и я там не держу обид никаких на эти бутылки с водой, еще что-то. Спасибо. Но есть судьи на поляне, и на самом деле хотят высказаться. Даша очень хотела высказаться. Я могу сказать одно, что я не думаю, что ребята ехали туда поговорить. Они ехали конкретно унизить Олега. И вот тут вопрос, для чего? Двадцатилетнего мальчика, который там, я не знаю, он не какой-то атлет, не какой-то супергерой, никогда не говорил. Я здесь самый сильный, приезжайте ко мне, я сейчас вам всем покажу. Для чего? Непонятно. Вопрос большой. И вот такие действия, они как раз-таки говорят о том, что вчера Олег, может быть, был прав, когда говорил о том, что ребята, что-то, не знаю, чем-то он им мешает. Ну, я не знаю, зависть, независть, я не могу понять, в чем дело. Допустим, Глеб, почему он, допустим, другим ребятам не делает замечания, которые обижают там Оксану, да? Леша, ты вот говоришь, что он некрасивый, и Олег себя ведет по отношению к другим парням. Так ты так же себя некрасиво по отношению к другим парням ведешь, вернее, к людям, к парням, например. А я имею право. Я говорю, есть кровать, а одна из... Ну, ты не разрешил ему спать на... А это не твоя кровать, Леша, ты живешь давно в другой комнате. Ну, у меня там вещи свои. Ну, забери, это твои проблемы, это ты сам нашел, до сих пор не перенес свои вещи. Это не мои проблемы. Нет, это твои проблемы, Леша. Они есть другие кровати, там огромное количество кроватей. Они все сломаны. Послушай, ее нужно выкинуть. В женской спальне сейчас никого нету. Я вчера Сергею вечером предлагал то, что... В женской спальне надо кровать. В дом на кровати взять кровать из женской спальни, перенести ее в мужскую. Нет, а я не хочу, в принципе, таких прецедентов, понимаешь, когда у Алеши Самсонова есть кровать и в отдельной комнате, и в спальне мальчика. И я слышала эти истории про тумбочки, про дележки девочек и скандалы, понимаешь? Вот это за мной останется тумбочка, Ермаков мне передала через десятые руки. Понимаешь, это я все помню, эти истории на моей памяти. В данном случае Сергея, да, там, как парня, да, там, его будет в мужской самолюбе. Мы вчера этот вопрос решили, да. Вчера, как бы, была предложена куча богатов тому, там не было такого, что... Да где хочешь, там спи. Вчера было предложено. Возвучу раз в женской спальне, перенесли. Там парню помогли. Все поставили бы кровать, человек спит, и проблем никаких нет. Ну так же Олег решит свои вопросы своими женщинами. А сейчас, как бы, получается, девочки впрягаются за парня, в смысле, касаемо того, что как-то вопрос решить. Но это тоже неправильно. Вы впрягаетесь за девушек. Это тоже нехорошо. Да, из-за этого по губе, вот и все. Потому что вчера, видите ли, в женской спать ему нельзя, потому что Глеб против. И из-за этого мальчик получил в губу, да, два раза. А в мужской ему спать просто негде, потому что у Леши Самсонова двое апартаментов. Ну вообще, ну каких парней к нам пойдут, какие девушки к нам пойдут. Ну, поэт, представь, мы с тобой дальше. То в женской спать. Окей, тогда тройка, хорошо. Вы такие, знаете, собрались крутые парни, которые теперь будут идти против новеньких. Против остальных или ты со мной дружишь, не дружишь. Есть справедливость. Есть справедливость, Глеб. Есть справедливость. Слушай, а есть дружба. И когда как бы там ни было, как бы друзья поддерживают друзей, как бы там ни было. Серьезно? И выкарабливают наедине какие-то моменты, касаемо неправильного поведения. Вот в этом я тебе говорю, я согласен, что есть справедливость. Но друзья друзьям говорят наедине. Я еще раз говорю, если мальчик захотел спать на этой кровати, на которой Леша уже не спит и не живет, значит, он будет спать на этой кровати. Я заступаюсь не за Сергея, я заступаюсь за правила проекта. Этот вопрос мы закрыли. Теперь мы возвращаемся к нашей ситуации с Олегом. Итак, я так понимаю, ты принял все претензии ребят. А как? Да. Дальше что, Олег? Я тебе скажу так, что я услышал какие-то моменты, над которыми мне реально нужно работать. Поэтому я буду стараться действительно, потому что я сам себя... Просто хотел сказать о том, что, Ксюш, я считаю, что я на проекте, я яркий участник, я юморной, я занимаюсь своей жизнью, я иду к цели, строю отношения, городские квартиры. Мне просто непонятно, почему реально происходят такие движения в мой адрес. Мне кажется, абсолютно незаслуженно. Олег, ты закрыл эту тему? Я закрыл, просто на будущее. Я просто на будущее хочу сказать о том, что мне реально, мне было сегодня неприятно, безумно.